Итак, версии, которые бы объясняли загадки так называемых аномальных зон много. Но, думаю, исчерпывающий ответ возможен будет только в том случае, когда военные ведомства ведущих держав начнут рассекречивать свои архивы. Уверен, именно тогда многое встанет на свои места. Ведь сколько лет мы жили загадкой розовельского чуда и искали по секретным ангарам сбитые корабли пришельцев. А вот набрались в Пентагоне духу, открыли свои секретные материалы и выяснилось, что сказку про инопланетяна не придумали сами, чтобы скрыть аварию своего сверхсекретного самолета. Человечество настойчиво ищет в космосе братьев по разуму, но инопланетные цивилизации, судя по всему, общаться с нами не хотят. Почему? Мы действительно одиноки во Вселенной? Или у жителей других планет есть причина обходить нас стороной? Об этом в проекте «Пришельцы из прошлого». Битва полог. С самого первого дня сотворения мира женщины зачем-то борются против мужчин. Почему? Сенсационная версия психологов о том, что оказывается, мужчина и женщина на Землю прилетели с разных планет. Об этом в проекте «Папа с Марса, а мама с Венеры». Медики с ужасом констатируют, что, скорее всего, планета Земля не родная для нас. А человеку разумному для комфортного проживания нужна совсем другая среда. Где наша космическая родина и почему мы ее покинули? Все версии в научно-фантастическом проекте «Чужая Земля». Принято считать, что фашистская Германия, которая всего за несколько предвоенных лет совершила невиданный технологический скачок, имела для этого какие-то сверхъестественные ресурсы. Не случайно Гитлер вкладывал колоссальные деньги в поиск по всему миру древних рукописей, магических приоритетов и поиску контактов с неземными цивилизациями. Удалось ли что-нибудь найти действительно ценное и как это повлияло на достижения послевоенного мира? Об этом в историческом расследовании «Наследники дьявола». Недавно в архиве ЦК КПСС было обнаружено досье на Гитлера, составленное следователями НКВД на основе допросов личного адъютанта фюрера Отто Гюнши и его коммердинера Хайнца Линге. На основе их показаний был составлен доклад на 413 страницах, где описывалась смерть Гитлера, его последние дни и подробности частной жизни. Так, по словам очевидцев, отношения между Евой Браун и фюрером были ближе, чем считали историки. И эту связь не омрачало даже то, что вождь Третьего Рейха был, похоже, мало на что способен как мужчина. Они часами могли сидеть в одной комнате. Адольф читал прессу, Ева лакомилась шоколадом. Потом расходились по своим спальням. Историки оккультизма считают, что причиной такого поведения Гитлера было некое сверхъестественное обстоятельство. 1944 год. Над древним французским замком Монсегюр появились немецкие самолеты. Они выстроились в форме кельтского креста. Но дни Третьего Рейха на тот момент были уже сочтены. Зачем понадобилось совершать этот странный мистический ритуал? Кельтский крест – сакральная эмблема средневекового ордена еретиков-катаров. Считалось, что в замке Монсегюр они хранили чашу Грааля – реликвию, с помощью которой можно заполучить безграничную власть над человечеством. На чью помощь еще рассчитывал Адольф Гитлер накануне краха своей империи? Каким темным силам взывал фюрер Третьего Рейха? Возможно, ответ на этот вопрос находится на чуть более ранних страницах истории. Сенсационные сообщения передавала французская пресса в течение 1929 года. Газеты писали, на юге Франции, в Пиренейских горах, тайно проводятся какие-то раскопки. Что это? Золотая лихорадка? А может, возле средневекового замка Монсегюр нашли бесценные сокровища? Пишут о том, что в Монсегюре некий француз по фамилии Брамс, который с французской переводится как Баран, ведет раскопки. Непонятно, что он там ищет золото или что. Археологу, который проводил раскопки, пришлось доказывать, что он не Баран, а Отто Ран. Более того, не француз, а немец. В Монсегюре же он всего-навсего изучает историю альбегойцев, катаров-еретиков, поверженных католиками в XIV веке. Правда, об истинной цели раскопа Крам все же умолчал. Прежде всего, его интересовал святой Грааль, чаша, которая дарует власть над миром. Считалось, что именно у катар или катаров был святой Грааль. И якобы, что они перед тем, как упасть под натиском католиков, его вывезли. По другой версии, святой Грааль был спрятан в самом замке. И, видимо, не случайно, в Монсегюре немец Отто Ран провел целых 4 года. Неужели ему действительно удалось обнаружить реликвию, которая наделяет ее обладателя безграничными возможностями? По некоторым данным, он находит некий артефакт, так называемую чашу, кровоточащую кровью. Эта чаша, по всей видимости, была произведена из окиси железа. А окиси железа – это результат использования каких-то осколков, метеоритов, которым богат Юг Франции и, в частности, вот эта провинция Лагидок. После завершения раскопок в 1933 году Отто Рана вызвали в Берлин. Там с ним встретился лично Генрих Гиммлер. Вскоре Отто Ран вступил в ряды СС и уже буквально через несколько недель получил повышение в звании. Стал унтершарфюрером СС. Более того, археолог-любитель очень быстро вошел в число приближенных к верхушке Третьего Рейха. Откуда такая благосклонность? Неужели Ран привез с собой в Германию тот самый святой Грааль? Или только сведения, где его можно отыскать? Известно, что Адольф Гитлер испытывал особую слабость к древним артефактам и священным реликвиям. Для них в Третьем Рейхе даже был создан музей в австрийском городе Линца. Со всего мира самые лучшие произведения искусства шли через Кёнигсберг именно в Линц, в эти хранилища, для того, чтобы создать вот этот вот антиквариат, вот этот вот элитный эквивалент золоту. Главным экспонатом в коллекции Адольфа Гитлера стало так называемое Копьё Судьбы или Копьё Лангина, римского легионера. Для фюрера это была не просто реликвия. Он считал её настоящим источником сокрушительной силы. Что такое святое Копьё? Это Копьё, которым в своё время был убит Иисус Христос, заколот. Наконечник этого Копья хранился в Австрии. И Гитлер, по сути дела, поклонялся этому Копью и чувствовал в себе силу, когда к нему приближался. Ему казалось, что с помощью этого Копья он рано или поздно завоюет власть над миром. Согласно преданию, тот, кто владеет этим Копьём, способен уничтожить любого противника. Считалось, что долгое время Копьё Судьбы бездействовало, благодаря тому, что попало в руки легендарного и таинственного короля Рыболова. Оно было запрятано в его царстве. Его царство называлось Озёрное царство. Его замок находился вблизи огромного озера, которое, по сути дела, служило границей между царством тьмы и царством света, между царством жизни и царством смерти. Король Рыболов, как гласит легенда, сам захотел избавиться от Копья Судьбы, освободиться от его мистической власти. Оказалось, что за могущество, которое дарует эта реликвия, её обладателю придётся дорого заплатить. Разрушительная сила Копья распространяется и на его владельца. Копьё Судьбы, обладая таким, скажем, свойством наносить сокрушительные удары по своему противнику, в то же время делает из его владельца Евнуха. Вот, может быть, тот же король Рыболов, лично, с одной стороны, легендарный, с другой стороны, исторический, он оставался, несмотря на своё желание оставить потомство, он оставался бездетным. Может быть, скажем, ну, такой факт, что и Гитлер, в принципе, не оставил своих наследников. Подобное предостережение не могло остановить Адольфа Гитлера. Он был одержим жаждой власти. Когда Копьё Судьбы оказалось в Третьем Рейхе, фюрер распорядился отвезти его в Нюрнберг. Возможно, место было выбрано не случайно. Именно этот немецкий город считался колыбелью нацизма. Есть данные, что Гитлер перед тем, как давал согласие на крупные воинские операции, боевые операции, будь то операция под Москвой, под Сталинградом, Курской дуге или в Орденах, он приезжал в Нюрнберг и буквально там долгие часы проводил в комнате, где хранилось это копьё. Как выяснили историки, оказалось, что Гитлер верил не только в силу боевого оружия, но и в могущество древних реликвий. Фюрер был убеждён, когда соединятся Копьё Судьбы и Чаша Грааля, мир падёт к его ногам. Тот, кто владеет этой чашей, обладает абсолютным могуществом и способностью управлять весь миром и даёт ему возможность совершать всё, что не дозволено никому. Гитлер себя чувствовал уверенно только когда думал об этих предметах. 1118 год. В Иерусалим приезжают 9 человек, 9 рыцарей. Они прекрасно вооружены и превосходно образованы. Несколько лет эта команда находится в святом городе. Формально они охраняют короля Болдуина II и защищают паломников от набегов разбойников. Но окружающим очевидно, что рыцари делают что-то ещё. Изучают, расспрашивают, разыскивают. Через несколько лет именно они создадут орден тамплиеров. Для его учреждения спешно будет созван целый церковный собор. Проведут его не в столице, а в сельской местности, в Труа, во владениях графа Шампанского. Загадка в том, что этот орден моментально становится популярным во всей Франции. Моментально, в одночасье. Не просто популярным, а очень заслуживающим доверия, внимания. Ему жертвуют деньги, ему оказывают почесть, его освобождают от пошлин. Король Арагонский дарит своё королевство ему, завещает. Ну то есть что-то сногсшибательное происходит, мы имеем дело явно с какой-то загадкой. Что стало причиной такого невероятного могущества тамплиеров? Большинство исследователей считает, что власть и богатство средневековому ордену даровал тот самый святой Грааль. Именно его рыцари сумели отыскать в древнем городе Иерусалиме. Очень любопытно, что и Гитлера, и Наполеона особо интересовало общество тамплиеров. Общество тамплиеров, причём Гитлер, он даже как бы чувствовал себя адептом этого общества. Чаша Грааля любой металл превращает в золото и серебро. Подобно Оракулу раскрывает будущее. Позволяет управлять сознанием людей и подчинять себе целые народы. Неужели тамплиеры воспользовались всеми этими возможностями? Правила обладания Граалем связывали с их колоссальным богатством. Потому что деньги у них брались, ну, ниоткуда. Вот, 12-13 век, вся Европа наводнена серебром. Но откуда? Откуда они его взяли? Не было серебра в Европе, не разрабатывали его. Казалось, что тамплиеров ничто не может остановить. Влияние ордена на европейскую политику с каждым годом усиливалось. Однако свою безграничную власть они потеряли так же быстро, как и приобрели. Уже в начале 14 века орден был запрещен французским королем Филиппом IV. Орден был арестован 13 октября 1307 года в пятницу в 8 утра. Во всей Франции в один момент. Везде пришли представители короля, забрали все имущество, которое было, и ничего не нашли. Да, говорят, что знали заранее, все вывезли. Но мы сталкиваемся с тем же самым, с чем будем сталкиваться всегда, когда касаемся на таких вот загадочных братств орденов таинственных образований. Обладали потрясающими возможностями, но ничего нельзя найти. Адольф Гитлер и Генрих Гиммлер были убеждены. Отыскать древние реликвии и получить мистические знания вполне возможно. А это ключ к мировому господству. 1938 год. До начала Второй мировой войны остаются считанные месяцы. В это время нацисты отправляют экспедицию на Тибет. Зачем? Казалось бы, все силы должны быть брошены на подготовку к массированному военному наступлению. Отчет о той самой тибетской экспедиции 1938-1939 годов оказался в распоряжении кандидата исторических наук Андрея Васильченко. И вот если из логики отчета, то есть пребывание в Ухасе посвящено там 3-4 абзаца. Потом взяли и уже срочно улыбнули. На самом деле в Ухасе они пребывали несколько месяцев. И несмотря на то, что отчет был такой полузакрытый, он все-таки был опубликован, о целях пребывания в Ухасе предпочитали молчать. Что скрывали члены тибетской экспедиции? Какую секретную информацию им удалось добыть? Некоторые следователи полагают, что эсэсовцы искали таинственную Шамбалу. Они хотели установить контакт с махатмами, теми, кого называют великими учителями человечества. Они искали именно Шамбалу, больше ничего не искали. Они искали вот это совокупное знание, которое позволило бы Рейху подняться на ступеньку выше в познании человека, возможности влиять на этого человека, возможности управлять этим человеком, простым человеком. Вот они искали вот эти вот рычаги тайные. Тайны Шамбала хранят древние священные тексты, написанные на санскрите. Но удалось ли эсэсовцам заполучить тибетские манускрипты? Достоверно известно, что члены тибетской экспедиции вернулись в Германию не с пустыми руками. Были некие подарки с ритуальным значением. Допустим, Гитлеру предполагалось передать, это зафиксировано, несколько щенков тибетских сторожевых, набор старых тибетских монет и ритуальное облачение тибетского лама. О передаче неких мистических знаний в официальных отчетах речи, конечно, не идет. Если эсэсовцам и удалось выйти на связь с таинственными великими неизвестными, или хотя бы добыть какие-то сведения, об этом сообщили лично Адольфу Гитлеру или Генриху Гитлеру. Вполне вероятно, что они могли найти в тибетских монастырях какие-то манускрипты. Вот это может быть вполне вероятно. Потому что первая экспедиция действительно привозила манускрипты, которые хранились долгое время в Германии. Отправить экспедицию на Тибет распорядился рейхсфюрер эсэс Генрих Гиммлер. Но ее идейным вдохновителем, по мнению многих историков-германистов, стал Карл Мария Виллигут, человек, которого в Третьем Рейхе называли придворным магом или колдуном. Виллигут утверждал, проверить это сложно, что он обладал так называемой родовой памятью. То есть он мог погружаться в древнее прошлое через свои воспоминания. Виллигут в красках описывал быт древних германцев, их традиции и верования. Себя самого он называл носителем тайных мистических знаний, наследником древнего рода королей-первосвященников Виллиготов. В Третьем Рейхе у придворного мага было немало поклонников и последователей. Можно смело утвердать, что Вио Виллигута, которая была в пригороде Берлина, со временем превратилась в некий достаточно мощный мистический кружок. Там достаточно часто бывали люди, но если не практикующие магические практики или какие-то мистические традиции, то по крайней мере активно занимающиеся изучением религии. В основе этой псевдорелигии было поклонение некоему божеству Бальдеру. Известно, что на связь с ним выходил и Генри Гиммлер. Для мистических контактов Рейхсфюрер СС использовал практики сидерического маятника. Предполагалось, что в человеке есть скрытая сидерическая сила, которую следует пробудить. Сидерическая сила или сила от, это некие ресурсы, которые позволяют человеку использовать незадействованную у него раньше резервы какие-то психические, физические, нравственные. Обычно для этого, для самых банальных предсказаний, это до сих пор используется в том, что называется деревенская магия, делался очень простенький маятник. Вот бралось кольцо желательно золотое, вешалось на ниточку. Последователи Бальдера верили, что этот могущественный темный покровитель древних германцев когда-то был изгнан из Европы и ушел именно на Тибет, на изолированное от внешнего мира Высокогорье. На контакт с ним выходили с помощью древних шаманских практик. В Тибете существует тайная секта или тайная религия, которая называется религия Бунпо. Эта религия возникла за 2000 лет раньше, чем буддизм и сами монастыри. Тибетские шаманы, в общем-то, обладая сверхпособностями, могут летать, примещаться в пространстве, исчезать. Также могут воскрешать мертвых. Адепты древней шаманской религии, тибетские колдуны и маги и сегодня считаются лучшими контактерами с потусторонним миром. Более того, среди тибетцев живут прямые потомки тех, кто ушел на восток вместе с Бальдером. Нацисты называли этот народ нордическими арийцами. Если мы посмотрим на тибетцев, то хотим, не хотим, но мы должны признать, что они в значительной мере отличаются от бирманцев, непальцев, китайцев. То есть их соседей. А у них специфический склад лица, тела. Но откуда пришли в Гималай далекие предки тибетцев? Где именно находилась их северная прародина? За последние десятилетия российские ученые обнаружили немало доказательств. На севере когда-то действительно существовала высокоразвитая цивилизация. Гигантские пирамиды на Кольском полуострове и в районе Мурманска оказались древними обсерваториями гиперборейцев. Я нашла эти пирамиды в 2004 году. И каждый год мы ходили, исследовали. И по визирам подтвердилось, что это древняя пригоризонтная обсерватория. Там же недалеко есть проекция циркумполярной части звездного неба на площадке диаметром где-то примерно километр. Все созвездия выложены крупными камнями, ни одного лишнего камня там нет. Прямых потомков этой высокоразвитой протоцивилизации как раз и искали эсэсовцы. На Тибет отправилась экспедиция из пяти человек. Формально возглавил ее Эрнст Шефер, талантливый зоолог и орнитолог. В составе группы был также Бруно Бергер, представитель главного управления эсэс по вопросам расы и поселения. Они фотографировали тибетцев, делали многочисленные антропологические замеры формы черепа, рук и ног. Эта экспедиция была прежде всего, скажем так, культуроведческо-антропологическая. То есть ее целью было изучение, естественно, расового происхождения, культуры и всего комплекса тибетского народа. Именно кто есть такой тибетец. И как истинный арийец, в чем эти корни и связи с Германией. Связи с Германией заключались в том, что и тибетцы, и немцы могли быть потомками той самой высокоразвитой северной расы. Название арийцы или арии с санскрита переводятся как благородные. Известно, что в самом Третьем Рейхе был запущен демографический проект Лебенсборн или инкубатор истинных арийцев. Подбирались офицеры эсэс с подтвержденной родословной за несколько столетий. Истинным арийцам находили подходящих невест. Их совместные дети должны были стать золотым генофондом новой империи. Всех рожденных детей подвергали обряду имя-наречения. Посвящали в новую религию. Я спрашивал у батюшек с моих знакомых, имело ли это некую мистическую силу. Такой обряд перекрещивания фактически. Повторного обряда имя-наречения. Они сказали вне всякого сомнения. То есть это попытка ликвидации некой власти над детем стороны христианской церкви. Более того, когда они проходили обряд имя-наречения, они как бы попадали в некую эсэсовскую общность. Эсэс становились патронами, покровителями этих детей. Этот демографический проект был основан на результатах тибетской экспедиции. Известно, что руководство Третьего рейха осталось весьма довольно проделанной на Тибете работой. А заолог Эрнст Шефер даже пошел на повышение. Он возглавил научные проекты в организации Аненербе. Гиммлер создавал Аненербе, чтобы получить некое идеологическое обеспечение для своей собственной деятельности. То есть возрождение германского духа, возрождение германского народа. И, что очень важно, возрождение германских традиций. Потому что Гиммлер изначально занимал очень ярко выраженные антихристианские позиции, антирелигиозные. И планировал на их место выставить какие-то древние германские верования. История секретного общества Аненербе начинается в 1933 году. Тогда в Мюнхене проходила передвижная выставка под названием «Наследие предков» в переводе с немецкого Аненербе. Ее организатор – специалист по древним религиям Герман Вирт. Он интересовался историей древнегерманских племен, изучал их верования. Руководство Третьего Рейха такую деятельность одобрило. Три человека – Герман Вирт, Рихард Вальтер Доре и Генрих Гиммлер – учредили просто общественную организацию, которой было названо «Немецкое наследие предков» – «Дойче с Аненербе». Со временем устав общества был изменен. Из президентов Герман Вирт потихонечку перешел в почетную отставку и на роль частнопрактикующего исследователя. В структуре общества появилось достаточное количество эсэсовских офицеров. Вскоре Аненербе становятся структурой эсэс. Общество получает статус главного управления А, которое осуществляло свою деятельность при персональном штабе рейксфюрера эсэс Генриха Гиммлера и под личным контролем фюрера. Некоторые ученые считают, что Гитлер на Аненербе и на проведении исследований в области оккультизма, оккультных действий, он израсходовал больше денег, чем американцы на создание атомной бомбы. Так считают некоторые исследователи. Все научные и оккультные исследования организации Аненербе в конце 30-х годов переводят в разряд секретных. Об их результатах докладывают только высшему руководству Третьего рейха. В это же время у наследия предков появляется новый символ – Ирминсул или Столб Ирмина. Это некая святыня, которая в 8 веке была уничтожена коровом великим или коровом францким, как его предпочитали называть в Германии. На самом деле это напоминает очень дерево, причем такую пальму. Если говорить конкретно, то очень часто говорят, что Ирмин – это некое германское божество. Я все-таки склонен считать, что Ирмин – это обозначение взаимосвязи неба и земли. Некоторые засекреченные проекты научного общества Аненербе сегодня вызывают лишь недоумение. Покровитель этой организации Генрих Гиммлер интересовался всем, что касалось оккультизма и мистики. Одно из сомнительных ответственных заданий поручили и вернувшемуся из Тибета Эрнсту Шеферу. Он должен был заниматься поиском чудодейственного напитка, секрет которого якобы хранился у цыган. Генрих Гиммлер свято верил в это и надеялся заполучить этот целебный эликсир. Другое давнее мистическое увлечение Гиммлера практикой сидерического маятника привело к появлению в СС целого подразделения. Оно называлось закрытой структурой СП. Расшифровывается как сидериша пендель, сидерический маятник. И дело в том, что при помощи самых различных практик, в том числе сидерического маятника, некоторых вариантов йоги, пытались выслеживать, в частности, это одно из заданий, пути англо-американских конвоев, которые шли в Советский Союз. Всех, кто имел склонность к паранормальным способностям, в СС сразу же брали на заметку. При Анненербе, к примеру, действовали курсы по биолокации. Вот такое удостоверение выдавалось тем, кто успешно заканчивал обучение. Это были поисковики, вооруженные лишь вращающейся рамкой, или, иначе говоря, лозой. Для разведывания полезных ископаемых, в данном случае конкретно, потому что там золото на территории Баварии, были привлечены силы лозоходцев, то есть с помощью лозы искали, так сказать. То есть различные попытки, предсказания и какого-то мистического поиска, чего бы то ни было, они предпринимались в Анненербе. Проводились эксперименты по пребыванию людей в условиях разреженной атмосферы и по переохлаждению. Официально это делалось по заказу Люфтваффе, немецких военно-воздушных сил. Якобы для того, чтобы возвращать к жизни немецких летчиков, которые оказались в водах Северных морей. Но дело в том, что методики борьбы с переохлаждением на тот момент уже существовали, и причем весьма эффективные. А значит, свои опыты ученые Третьего Рейха проводили совсем с другой целью. Интерес к холодным северным территориям нацисты проявляли давно. Мало кому известно, что еще в 1937 году Отто Ран организовал экспедицию на север. Он отправился сначала в Исландию, а потом в Гренландию. Передвигался Ран не на современном судне, а на старой шхуне. В Гренландии он пытается найти доказательства существования замка, материал о котором он находит в русских летописях. Эти летописи, по-моему, до сих пор хранятся в Киево-Печорской лавре. Однако самого, естественно, замка он не находит. Находит какие-то, опять же, какие-то надписи на скалах, находит там рисунки на скалах. Все это собирается и уезжает в Германию. Что нацисты искали в Гренландии? Вероятно, ту самую прародину древней нордической расы. Судя по всему, в распоряжении Отто Рана оказалась карта, составленная фламандцем Герхардом Меркатором. В 16 веке картограф обладал удивительно точными сведениями о положении материков и об их очертаниях. Но почему-то Гренландия на этих картах находилась в районе Северного полюса. Всего падения достаточно крупного планетоида, а не астероида, где-то 16,5 тысяч лет назад угол наклона оси изменился. Гренландия съехала в сторону, и поэтому она нынче не на севере. Населяли ее, по большому счету, наши предки. Это белая раса, достаточно высокие, сильные люди, как говорят древние тексты, глубоглазые. Однако, по всей видимости, результаты научно-исследовательской экспедиции в Гренландию разочаровали руководство Третьего Рейха. Вторая запланированная поездка Отто Рана на этот остров была отменена. В 1939 году он возвращается в Берлин, пишет заявление о своем выходе из СС, что тоже удивительно. Это, пожалуй, единственный случай, когда человек сам выходит из СС. В 1939 году, в марте, он отправляется в Австрию и трагически гибнет в Альпах. Залив Печенга, побережье Баренцево моря. По словам действительного члена русского географического общества Лидии Ефимовой, в эти края ее привели скандинавские мифы. В старшей Эдде, древнем эпосе, она встретила описание родины древнего высокоразвитого народа. Ефимова отправилась на поиски материальных доказательств существования древней гипербореи. Но оказалось, что на Кольском полуострове с этой же целью в первые трети прошлого века уже побывали ученые Анненербе. И какой-то там странный под горой завал камней. Я обратилась к военным, и они мне рассказали, и даже показали фотографию, почему они мне помогали, что там находился внутри военный завод немецкий. И они взорвали после войны входы, и там до сих пор железо ржавеет. Внутри большие пустоты. На Кольский полуостров был направлен элитный отряд, члены дивизии «Мертвая голова». Во время обряда посвящения каждый из них получал кольцо с изображением черепа и костей. Зачем надо было посылать эсэсовцев на север, когда решающие сражения шли под Москвой, на Курской дуге, под Сталинградом? Что нацистов интересовало в Карелии? На севере нашей страны нашли медальоны эсэсовцев дивизии «Мертвая голова». Нашли шпагу, также принадлежавшую одному из представителей дивизии «Мертвая голова». И, как известно, подобные вещи нужны были для проведения неких оккультных магических ритуалов. Какие ритуалы совершали члены нацистского ордена эсэс? И почему для этого нужно было отправляться за тысячи километров от Германии? На Кольском полуострове эсэсовцы нашли подземелья, которые были созданы еще 26 тысяч лет назад. Ученые предполагают, что это наследие древних гиперборейцев. Когда-то на севере существовали и их города. Следы фундамента и остались. Но они и замки строили. Фундаменты есть, фрагменты стен найдены. Много найдено зооморфных, антропоморфных, больших каменных мегалитов с ручной обработкой древней. Технические возможности гиперборейцев были гораздо выше современных. Об этом говорит технология обработки камней, которую они использовали для строительства подземных городов и замков. Сейчас подземелья затоплены, но уже известно, что высота их залов достигает 7 метров. Лидии Ефимовой удалось там побывать. Потом мы частично исследовали подземные города Гипербореи. Это там, где они спасались, когда была катастрофа, примерно 13 тысяч лет назад. Многокилометровые, многоэтажные, в акварцованном граните, где чистый гранит. Ну вот как метро. Сухие стены, громадные залы, тоннели-переходы. И обработка стен, камня, современные технологии еще до этого не дошли. Последняя глобальная катастрофа нанесла сокрушительный удар по древней цивилизации. Большинство гиперборейцев покинуло эти земли. Отправились в Сибирь, на Урал, затем в Индию и на Тибет. Доказательств этому становится все больше. Одно из них – изображение древнего женского божества, обнаруженное на отвесной скале в Карелии. Богини Лакшми и Сарасвати в индуизме. Зеленая и белая тара в буддизме. Неужели все они лишь повторяли более древний образ, божество, которое изображали гиперборейцы? И когда я смотрела на эту деву, все лето я ее исследовала, вот с мая до конца сентября. Дева на горе. И тут вот ассоциация. Язык, древний язык Индии – Дева Нагарин, санскрит. Я думаю, Дева Нагари, да это же наша русская Дева на горе. И вот уже озадачилась этим вопросом, и начали более тщательно исследовать. И нашли плиту, два с половиной на полтора метра, разлинованную, и на ней выбит текст на санскрите. Следы, которые на нашей планете оставила гиперборейская цивилизация, обнаружили и эсэсовцы. Но руководство Третьего Рейха явно не собиралось делиться сенсационным научным открытием с остальным миром. Было дано распоряжение взорвать входы в подземные города. Взорваны почему? По какой причине? И взорваны специально так, чтобы тот другой, кто придет уже по их следам, не мог попасть внутрь этих пещер. Конечно, мы уже знаем, что пещеры интересовали ученых из-за Анны Нербы. Были специальные отряды подготовлены, проводились исследования. Что пытались скрыть эсэсовцы? По одной из версий, им удалось не просто найти подземелье, но и установить контакт с теми, кто там обитает. Древние гиперборейцы обладали способностями, которые сегодня принято называть паранормальными. Они общались посредством телепатии, могли левитировать и даже жить вне физического тела. И до сих пор они там живут, в нижних ярусах. Они уже ассимилировали и не смогли выйти наружу. Это тетрадь с конспектами полковника вермахта Вильгельма Вольфа. Она была обнаружена под Дрезденом сотрудниками советской контрразведки СМЕРШ. Вильгельм Вольф старательно конспектировал приказы Адольфа Гитлера. Тот распорядился срочно подобрать военнослужащих для отправки на базы в Антарктиду. Подобные находки не могли ни заинтересовать Сталина. Буквально через несколько месяцев после окончания Великой Отечественной войны в Антарктиду была направлена уже советская экспедиция. Командовал ею адмирал военно-морского флота Николай Кузнецов. Результаты экспедиции были засекречены. Но, судя по всему, нацистские базы все-таки были найдены. Вход в одну из этих баз, согласно документам, архивным документам, находится на глубине 450 метров. И сам туннель составляет из себя полторы тысячи километров. И база эта находится под озером Восток. Под тем самым озером Восток, над которым сегодня российские ученые пытаются сверлить буром вот эту большую глубину 4000 метров. И недосверлили там буквально несколько сотен метров. В распоряжении адмирала Кузнецова были нацистские карты и инструкции по прохождению морских глубин. В одной из них говорилось, при прохождении пути по поверхности внутри грота возможно появление как воздушных, так и подводных объектов. Запрещается обстреливать эти объекты. Неужели немцам удалось установить контакт с некой таинственной цивилизацией Южного полюса? Говоря о цивилизации Южного полюса, я бы особо подчеркнул, что проявление энергетических порталов здесь и очень высокая уфологическая активность на Земле в первую очередь связано с существованием именно этой параллельной цивилизации. В 1947 году в Антарктиду отправляются и американцы. Экспедиция под командованием адмирала Бёрда формально носила научный характер, но фактически преследовала ту же цель, что и советская. Найти нацистские военные базы. Членов экспедиции снабдили полугодовым запасом продовольствия, однако вернулись они гораздо раньше. Военная эскадра в составе одного авианосца 12 кораблей двух подводных лодок вышла к берегам Антарктиды, где встретилась с чем-то неизвестным. После этого адмирал Бёрд дал только одну пресс-конференцию, после чего исчез, пропал, и якобы по слухам находился на излечении спецлечебницы. Что так напугало опытного военного? Вернувшись в США, адмирал Бёрд докладывал, американцы подверглись атаке противника, из-под воды выныривали летающие диски, а странные атмосферные явления вызывали психические расстройства у членов команды. В его дневниках фигурировали неизвестные летающие диски, которые двигались с неимоверной скоростью, выходили из-под воды, погружались в воду, плевались плазменным огнем, совершали неимоверные хаотичные движения. То есть это было на тот период необъяснимо. Кому принадлежало это сверхмощное оружие? Неужели это секретные разработки нацистов? Тогда почему они не применили летательные диски и плазменные пушки во время Второй мировой? Известно, что еще с 1938 года немецкие военные корабли начали регулярно курсировать в Антарктиду. А с 1940 года по личному указанию фюрера на ледяном материке приступили к строительству военных баз. Местом для их размещения была выбрана обширная область на Атлантическом побережье – земля королевы Мотт. Здесь немецкие ученые и создавали новые виды оружия. То есть там находятся термальные источники. Там находится огромный грот, в чреве которого и базировались германские подводные лодки. До 1965 года, потому что в 1965 году программа была постепенно скручена. Но зачем нацистам понадобилось пересекать весь земной шар и создавать новое вооружение именно в подземельях Антарктиды? Гитлер явно понимал – в разгар войны он теряет и время, и драгоценные ресурсы. Чем так притягивала Антарктида? Гитлер посылал экспедиции в Антарктику и устроил там настоящее капище поклонения небесным силам, так как он считал, что все самые главные энергии в мире концентрируются вокруг полюсов. Поэтому он создал такое капище, где оккультные совершались действия для того, чтобы иметь господство над миром с помощью оккультизма. Постоянно действующая немецкая флотилия подводных лодок перебрасывала к Южному полюсу технику и лучших специалистов. Это дорого обходилось Третьим Рейхом. Может, причина таких затрат в том, что в Антарктиде фюреру кто-то оказывал существенную помощь? Но что это были за существа? Там готовили определенного рода плата с даром, некую новую шлабию, некое место для жизни фюрера. И совершенно однозначно контакт состоялся. На каком уровне он состоялся, сказать сложно. С кем нацистам удалось установить контакт? Неужели в Антарктиде находится вход в подземный мир? И там до сих пор обитают те, кто обладает великими знаниями. Возможно, это генетические потомки одной из древнейших на Земле цивилизаций Южного полюса. Этот ген удивительным образом связан с импульсом техногенного развития цивилизации. Они были техногенщиками. Эти тексты, о которых мы сталкиваемся, говорят о том, что они даже использовали некие летательные аппараты, и с помощью этих аппаратов они перемещались с огромными скоростями в разные стороны, в разные участки Земли. Адольф Гитлер верил, именно в районе Северного и Южного полюсов есть порталы, входы в полую землю, в пространство, где живет параллельная высокоразвитая цивилизация. Фюреры особенно интересовали ее технические достижения. Экспедиции на юг, по всей видимости, для нацистов оказались более удачными. Вот взять такой масштаб, как четырехэтажный дом, то окажется, что Марианская впадина является бы всего лишь 11 миллиметров в этом доме, в этом пространстве. Поэтому говорить о том, что человек исследовал весь мир, что человек исследовал Землю, и человек прекрасно знает, что над ним и под ним, это, конечно, по меньшей мере, просто глупо. Теория полой земли возникла задолго до Третьего рейха. В Европе и Америке ее активно обсуждали еще в 19 веке. Согласно этой теории, внутри нашей планеты существует жизнь. Ее источником является ядро Земли, подземное солнце, которое излучает энергию. Ее называют энергией Вриль. Древние цивилизации умели ее использовать. Для этого они строили пирамиды и лабиринты. Их наследие можно воспользоваться и сегодня. Когда мы на лабиринте, много человек поработает, он как бы индуцирует энергию, которую излучает человек, образуется вихрь, пирамида, который даже так видно. И мы даже на фотографии есть. Мы сфотографировали, и над лабиринтом светится пирамида, и с центра идет столб света. А над лабиринтом закручиваются облака в кольца. И это повторилось уже не один раз, поэтому это не случайность. И были у нас такие случаи, что товарищи левитировали на лабиринте. И вообще, когда на нем поработаешь, как пьяный, не чувствуешь веса тела, и молишь толчок ноги, вот идешь, и тебя как бы кидает. Облегчение веса. Если древние цивилизации находили применение этой мощной энергии, то почему не использовать ее в Третьем Рейхе? Следуя этой логике, Адольф Гитлер всячески поддерживал научные исследования, начатые в районе Арктики и Антарктики. Новый, неиссякаемый источник энергии мог сделать империю фюрера непобедимой. Энергия в Рейх давала возможности безграничные, начиная от полного излечения больных, до возможности полетов и пересечения разных пространств. Вполне вероятно, что такая энергия сродни ядерной энергии или сродни некой другой, о которой нам еще неизвестно, существует. Ведь мы не так давно узнали, что есть места силы, которые дают людям энергию, есть гиблые, наоборот, места. Нацистская Германия за короткий период совершила небывалый технологический прорыв. Были спроектированы первые в мире баллистические ракеты дальнего действия. Плазменное оружие. Фактически создана первая атомная подводная лодка. Чтобы запустить серийное производство и воспользоваться всем этим вооружением, Гитлеру не хватило совсем немного времени. Пятому году у Гитлера было 6 атомных бомб, 6 атомных зарядов. И это уже информация была опубликована и в Германии, и в Соединенных Штатах Америки. Поэтому это уже не новость, это уже реальность. Откуда в Третьем Рейхе появились разработки сверхсовременного, фантастического по тем временам вооружения? Ни одна из могущественных держав тогда не обладала такими знаниями. Неужели их передали те самые жители полой земли? Скорее всего, да, некая связь с этими мистическими сущностями и послужила причиной прорыва немецкой науки. Замок Вевельсбург. Руководство Третьего Рейха планировало, что именно здесь разместится столица нового государства. Жить в нем будут только избранные, эсэсовцы, члены ордена «Мертвая голова». Сюда планировали перевести главное управление эсэс и организацию «Аненербе». Вевельсбург напоминает треугольник. Многие предполагают, что это была символика чаши Грааля, то есть в которой опущено копье. Но с некоторой долей вероятности, если абстрагироваться от сугубых исторических факторов, можно утверждать, что да. В принципе, символику Грааля можно найти, потому что можно все-таки увидеть некое подобие чаши и некое подобие опущенного туда копья. Как и чаша Грааля, Вевельсбург должен был символизировать господство над миром. Расположен он на территории Северной Вестфалии. Для эсэсовцев это сакральное место. Здесь находятся скалы Экстернштайн. До сих пор неизвестно, как возник этот мегалитический комплекс. Древнее предание гласит, что построен Экстернштайн был за одну ночь самим дьяволом, оплавившим скалы. За несколько дней до полного краха Третьего Рейха, весной 45-го, Генрих Гиммлер распорядился взорвать Вевельсбург. Древний замок не должен был достаться победителям. Но взрывчатки не хватило. Тогда Вевельсбург подожгли. Союзникам удалось обнаружить лишь потайную комнату. Ее сейфы оказались пустыми. По некоторым данным, там хранилось более 16 тысяч колец погибших эсэсовцев. После взятия Вевельсбурга англо-американскими войсками ни одного кольца там не нашли. Почему сейфы Вевельсбурга оказались пусты? Куда исчезло все то, что хранилось в оккультной столице Третьего Рейха? Результаты исследований о ненербе и сведения, полученные во время мистических контактов, не могли испариться. После войны они достались тому, кто первым добрался до Вевельсбурга – американцев. А значит, в ближайшем будущем нам еще предстоит узнать пока скрытые оккультные тайны Третьего Рейха. Главное, чтобы их нынешние владельцы не поддались искушению и не нашли им нового боевого применения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова